Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости. В студии Анастасия Милишкевич. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самая важная из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами, а главные темы сегодняшней программы. Прямая телефонная линия как маркер городских проблем. Председатель Брестского госполкома Сергей Лободинский провел субботний интерактив с жителями города. Подвели итоги и определили эффективность проделанной на местах работы. Выделили удачные моменты и определили болевые точки. Расставили приоритеты на перспективу. Поделились опытом и наработками. В областном центре прошла итоговая коллегия Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облсполкома. Воспитывать настоящих патриотов со школьной скамьи. В Бресте прошел областной межведомственный семинар по вопросам военно-патриотического воспитания учащихся. Рев моторов, сотни железных коней и адреналин. Сегодня в городе над Бугом открылся мотосезон. Любители скорости и простора собрались на стоянке у Ледового дворца, где прошла культурно-массовая программа. В эфире программы «Итоги недели» говорим об актуальном и важном. Прямые телефонные линии в Бресте проводятся уже давно, но вопросы у горожан были, есть и будут. Сегодня глава города Сергей Лободинский провел онлайн-линию с брещанами. В большинстве своем вопросы касали сферы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, капитальные ремонты, асфальтирование. Прямая телефонная линия – это своеобразный срез, маркер городских проблем, который, быть может, незаметно руководству, но тревожит горожан. Но подчеркнем, что этих тревог и волнения у брещан стало на порядок меньше. За три часа субботнего интерактива к руководителю города обратилось 15 человек, что в разы меньше, чем в прошлые годы. Понимание проблем абсолютное. Желание помочь сильное. На связи с брещанами тот человек, кто привык оказывать помощь в буквальном смысле. Руководитель города Сергей Лободинский. Человек, который не просто слушает, но и слышит проблемы людей. По ту сторону телефонной трубки звучали разные обращения, просьбы, но в большинстве своем они касались благоустройства. Наверное, объявленная экологическая акция повлияла на настроение брещан, желающих сделать город и чище, и красивее. Но был ряд и других вопросов. Основные моменты, которые поступали сегодня, это где-то вопросы по наведению порядка на дворовых территориях, вопросы передачи жилищного фонда, введения жилищно-коммунальных служб города от бывших собственников, части необходимости восстановления малых архитектурных форм. Сегодня поступило два таких обращения по улице Дубровской, что люди хотели бы иметь некое место для того, чтобы прийти и провести там время, не сидя на лавочке на улице, а где-то так, скажем, со своими сверстниками пообщаться. С друзьями и подружками. Да, да, да. Поэтому для нас это актуально, для Бреста не хватает таких мест для лиц преклонного возраста, для того, чтобы можно было провести досуг. Вопросы приведения в порядок асфальтового покрытия по улице Богданчука, ну и по ряду других, так скажем, улиц города. 15 прозвучавших обращений за три часа субботнего интерактива. Кто-то в своем обращении четко обрисовывал суть проблемы, кому-то понадобилось много времени, чтобы изложить ситуацию. Так или иначе, трубку Сергей Лободинский не кладет, пока сам не разберется в тонкостях возникших проблем. Все, что реально будет сделано. Хотелось бы больше и сразу, но не всегда получается так, как хотелось бы. На это есть ряд объективных и субъективных причин. Возможность задать свои вопросы была предоставлена и журналистам. В частности, какие задумки планируются реализовать в этом году? Задумок очень много. В первую очередь, конечно, хотим привести в порядок наш городской парк. И там есть задумки и в парке «Тысячелетие», и в городском парке сделать скейт-парки. Поэтому начнем с малого, с городского парка. Попробуем навести там небольшой лоск. Начинать надо с малого. Это и подрезка деревьев, и освещение. И там уже в разработке скейт-парк, который, так скажем, притянет интерес нашего молодого поколения проводить там досуг. Ну а с этого дальше будем двигаться по тем наработкам и концепциям, которые разработали. В целом, как бы, по городу планируем не останавливаться с вопросами благоустройства. В прошлом году сделали 17 дворовых территорий. В этом году запланировали себе 20. Под это есть достаточные ресурсы, чтобы, так скажем, реализовать это. Поэтому с таких вот мелких вопросов, да, в целом и будет складываться, наверное, тот уют и благоустройство города. В дальнейшем это, конечно, и асфальтирование сплошное, потому что после зимы мы видим ряд улиц города, которые требуют, так скажем, приведения в ее надлежащее состояние. Попытаемся, так скажем, решить или, так скажем, подступиться к вопросу приведения или, так скажем, первых шагов по дорогам гравийного исполнения. Тут практика прошлого года показала, что на основе или на паритетной основе долевого участия населения и города удается решать эти вопросы. Поэтому в таком же направлении будем и предлагать жильцам таких улиц поучаствовать в софинансировании. В 2024, как и в прошлом году, будет уделено огромное внимание учреждениям здравоохранения, их материально-техническому оснащению. Продолжится реновация пищеблоков в школах, благоустройство дворовых территорий, капитальному ремонту жилфонда, строительство домов, асфальтирование дорог, в том числе и с гравийным покрытием. Действительно, план глобальный, а главное, подчеркнул руководитель города с акцентом на людей. Ведь брещане достойны того, чтобы жить в комфорте. За год работы в должности председателя горосполкома Сергей Лободинский убеждался в этом неоднократно. Бальзам на душу – это наши люди, которые работают, наверное, во всех сферах и отраслях нашего города, как от жилищно-коммунального хозяйства, так и заканчивая обычной медсестру или нянечкой в садике. Это с тем, как люди относятся к тому, где они работают, где они живут. Наверное, это самое дорогое, что нам небезразлично. И вот это небезразличие, наверное, заставляет делать больше, наверное, чем мы можем. С любимым приездом? Только вместе. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Мы долгое время это отрицали и боялись самого слова «идеология». Но ведь если нет своей идеологии, значит, приходится заимствовать чужую. Это как армия. Не хотите кормить свою – кормите чужую. Идеология – это часть существования государства. Это цитат из выступления российского режиссера Корына Шахназарова. И это неоднократно в своих выступлениях подчеркивал президент Беларуси Александр Лукашенко. Важным событием недели стала и Туговая коллегия Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского былсполкома. На нее съехались порядка сотни участников и гостей из региона и столицы республики. Настало время подвести итоги и определить эффективность проделанной на местах работы, выделить удачные моменты и определить болевые точки, расставить приоритеты на перспективу, поделиться опытом и наработками. Все подробности прямо сейчас. Итоговая коллегия Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского былсполкома состоялась в городе Бресте. Площадкой для проведения было выбрано предприятие «Брестгаз». В работе коллегии приняли участие руководство Брестского былсполкома, начальник управления общественных коммуникаций, Главного управления информационной политики и общественного развития, администрации президента Беларуси Артем Сверидов и идеологические работники со всего Брестского региона. Вопросы, которые были затронуты в первую очередь, это электоральная кампания, увековечивание памяти героев войны, опыт работы с молодежью на примерах конкретных предприятий. Первым, кто поделился самыми яркими событиями и достижениями за 2023 год, стала начальник областного управления Татьяна Гагакова. В завершении своего выступления она также рассказала о планах на 2024. В 2023 году идеологическая вертикаль определила для себя ряд важных направлений, которые, на наш взгляд, требовало и общество от работы идеологов, и время. И в числе таких приоритетов в первую очередь стала работа с кадрами, поиск людей, которые действительно отдают себя этому делу, умеют разговаривать с людьми, знают их потребности. И я думаю, что многое в этом направлении у нас получилось. Второе, не менее важное, это работа с молодежью. Сегодня мы видим, что это наиболее динамичная часть населения, которая постоянно требует новых подходов в общении с ней. И я полагаю, что наши регионы справились. Мы на сегодняшний день имеем ряд интересных, креативных проектов, которые востребованы молодежью, ну, что называется, работают на аудиторию. И учитывая особенности прошлого года и начала текущего, это электоральная кампания. Роли места идеологии в системе государственных органов, безусловно, высока. Ее значимость никем не подвергается сомнению. Государство сделало и продолжает делать много для людей. Социальная поддержка в стране действительно высока. Задача идеологов неизменно доносить это населению. Идеология – смысл всего. Ни в здравоохранении, ни в образовании, ни в культуре, ни в любой другой отрасли без идеологической составляющей нельзя. Ведь сегодня именно идеологи являются связующим звеном между властью и обществом. Основная задача идеолога – это саккумулировать настроение общества и сформировать убеждения в отношении своего государства. Если мы это не сделаем, за нас это сделают другие. И сегодня очень серьезно работают наши оппоненты в этом направлении. Поэтому, естественно, и в прошлый год, и в год исторической памяти мы усилили работу по патриотическому воспитанию с акцентом на молодое поколение, которое сегодня, мы видим, отзывается. И та работа, которая проводится по благоустройству захоронений, по присвоению имен Героев Советского Союза учебным заведениям, по созданию военно-патриотических классов и клубов, говорит о том, что мы услышаны. И я полагаю, что речь о том, что мы упустили в 90-е какое-то поколение, а вот сейчас идеологи решают вместе со всеми обществом эту задачу. Мы возвращаем поколению историческую память, формируем иммунитет, который позволит выстоять в попытках фальсифицировать историю. Итоги 2023 года позволяют говорить, что идеологические кадры проводят системную работу с предприятиями и организациями первого региона, а также становятся не только идеологами, но и психологами для коллег. А вакантные места закрывают молодые специалисты, которые креативны, инициативны и полны идей. Как итог – качественный результат работы всего коллектива. Это работа с людьми. С людьми разного возраста, разного, скажем так, социального статуса. Они с ними обращаются. Нужно всегда помочь, выслушать с улыбкой, с добротой. Приоритетной моей задачей было в 2023 году – это работа с молодежью, конечно. Это работа с молодежью, которая непосредственно работает в нашей организации. Работа с местными школьниками, потому что местные школьники – это наш, конечно, кадровый потенциал. Во время коллегии акцент также был сделан на правовое просвещение молодежи, воспитание патриотизма не только в молодежной среде, но и в целом широким охватом населения. В прошлом году более, скажем так, массовый уклон был на правовое просвещение молодежи, так как в преддверии электоральной кампании вовлекали максимально молодежь в избирательный процесс. То есть, новшество избирательного процесса разъясняли, на территории Пинского района проходил информационно-просветительский марафон «Выбирайбай». И в рамках этого проекта проводились встречи с молодежью по разъяснению изменений в избирательном законодательстве в связи с референдумом в 2022 году. Что касается работы средств массовой информации, приоритетной в 2023 году была общереспубликанская повестка – освещение деятельности достижений страны и области, социальная политика. На постоянной основе поднимались темы развития экономики, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, спорта, сохранения исторического наследия. Одним из важнейших направлений работы региональных СМИ в 2023 году и начале 2024-го также стало качественное и объективное освещение мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в единый день голосования. В продолжении темы. Воспитывать настоящих патриотов со школьной скамьи. В Бресте прошел областной межведовственный семинар по вопросам военно-патриотического воспитания учащихся. Среди участников обсуждений – заместитель министра образования Екатерина Петруцкая, представители сферы образования области, военных комиссариатов, милиции, оргструктур ДОСАФ и общественных объединений. Кто сегодня воспитывает молодежь и как вырастить настоящих патриотов своей страны – эти другие актуальные вопросы были подняты в ходе семинара. Как усовершенствовать систему образования в этом направлении и какие итоги можно подвести, оглядываясь на прошлый год, расскажем в следующем сюжете выпуска. В Брестском восполкоме прошел областной межведовственный семинар по вопросам военно-патриотического воспитания обучающихся. Участниками образовательного диалога в очном и оффлайн-форматах стали 2500 человек. Представители сферы образования области, военных комиссариатов, милиции, оргструктур ДОСАФ и общественных объединений. Город Брест принимает эстафету региональных межведовственных семинаров-совещаний по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи. Данные вопросы являются одним из приоритетных в реализации молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь. Конечно же, как говорит наш президент, воспитать патриота может только патриот. И такая работа возможна только в тесном сотрудничестве всех заинтересованных структур и ведомств. Поэтому повестка сегодняшнего семинара-совещания самая широкая и разнообразная. В ней участвуют представители, мне кажется, абсолютно всех общественных объединений и организаций, конструктивных общественных объединений и организаций, представители военного комиссариата, представители Министерства внутренних дел. Особое внимание будет уделено работе руководителей военно-патриотического образования. Поэтому я думаю, что семинар имеет насыщенную программу и будет полезен его участникам в реализации основной задачи – воспитание гражданина и патриота нашей родной Беларуси. Первый регион – один из лидеров по военно-патриотическому воспитанию в стране. Здесь проходит республиканская стройка патриотического центра. На базах школ открываются патриотические клубы под патронажем милиции, МЧС и вооруженных сил. Проводятся конкурсы, слеты и ведется масштабная профориентационная работа. Все, чтобы воспитать настоящих патриотов своей страны. Учитывая тот факт, что далеко не во всех районах Беларусской области дислоцируются воинские части, военные комиссариаты выступают в роли организаторов и координаторов процесса военно-патриотического воспитания молодежи. Я не буду перечислять весь комплекс мероприятий, проводимых в области, он очень велик на самом деле. Сегодня молодежь привлекается практически ко всем мероприятиям, проводимым в городах, в районах области. Самым большим достижением, на мой взгляд, является то, что сегодня все должностные лица, не важно это местные исполнительные распорядительные органы, учреждения, образования, другие организации, поняли, что военно-патриотическое воспитание сегодня важно как никогда и стали проворачиваться к нему лицом. Очень важно, что сегодня, как грибы, растут центры военно-патриотического воспитания, военно-патриотические клубы, классы. Начиная с 2022 года, по настоящее время на территории Брестской области создано и успешно функционируют 9 центров военно-патриотического воспитания, 46 военно-патриотических клубов. Сегодня в общеобразовательных учебных заведениях Брещена функционирует 33 военно-патриотических и конецких классов, в которых обучается более полутысячи человек. Не отстает в данном направлении работы и Брестская областная организационная структура ДСА. Добровольное общество делает акцент на занятости молодежи, отмечая, что в первую очередь ребят нужно заинтересовать какой-либо сферой. В 2023 году Брестская областная организационная структура отремонтировала мотобольный стадион в Пинске, открыла новую учебно-спортивную базу Брестского аэроклуба. Силами организации проведено 9 республиканских, 15 областных и более 70 районных соревнований по техническим, авиационным и военно-прикладным видам спорта. Мы поняли, что надо постоянно не только души людей, но и материально-техническую базу обновлять, с тем, чтобы использовать ее для привлечения, особенно детишек, в ДОСА, чтобы они занимались делом, спортом, техническими дисциплинами, сами своими руками их ремонтировали, перебирали и так далее. И вот тогда мы постарались принять государственную программу развития ДОСА. И она была принята за этим министром впервые, за все существование ДОСА. И, естественно, она нам во многом помогла и способствовала тому, что мы сумели привлечь детей в наши секции. Реорганизация районными и им равными структурами ДОСА в конкретных мероприятиях, в первичных вооруженных структурах, наибольшее распространение получили такие формы работы, как встречи учащихся молодежи с руководством структур ДОСА, ветеранами вооруженных сил, уроки мужества, встречи с военнослужащими, тематические вечера, дни открытых дверей в конкретных структур ДОСА. Местом их проведения являются учебные структуры ДОСА, средние школы, колледжи, лицеи, другие молодежные аудитории. Патриотическое воспитание – это в первую очередь формирование у подрастающего поколения чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Итоги недели. С каждым днем наш город смотрится все более обновленным. Чисты улицы, убранные парки и дворы. А все это благодаря трудолюбивым людям города над Бугом, которые стараются сделать его краше. Ведь всем так хочется, чтобы наш Брест был лучшим. В рамках месячника по благоустройству на текущей неделе каждый брещанин, вооружившись рабочим инвентарем, выходил на свою территорию. Будь то придомовая территория предприятий или учреждения образования. И приводили ее в порядок. Съемочные группы БУК-ТВ побывали на многих локациях, где был выброшен трудовой десант. Смотрите в следующем сюжете программы, как трудились брещане от мала до велика. Брестские коммунальные службы ни на минуту не прекращают работу по благоустройству нашего города. Ремонтируются дороги, тротуары, осуществляется обрезка деревьев и наводится порядок на улицах Бреста и во дворах. Идет озеленение. И вся эта работа активно проводится не только в разгар месячника по благоустройству, но и на протяжении года. Весна – повод подойти к этим вопросам более предметно и основательно. Местом, где работа по-настоящему кипела, стали дворовые территории по адресу Машерва, 53, Партизанский проспект, 12. Проходит месячник по благоустройству в городе. В рамках этого месячника у нас проходит акция «Чистый двор, чистый город». В этом году мы подошли комплексно к уборке дворовых территорий. В каждом жилищно-инфляционной службе определены дворовые территории, которые там будут в рамках акции наводиться порядок. И подход у нас там комплексный. Сегодня комплекс мероприятий подразумевает максимальное объединение всех субъектов хозяйствования, общественных объединений, учреждений образования, организаций системы ЖКХ. Да, никто не поспорит, что навести порядок, осуществить озеленение, где оно необходимо, отремонтировать малые архитектурные формы на закрепленных территориях – это задача работников ЖКХ и ЖРЭО. Однако сегодня каждый брещанин должен понимать, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Как мы работаем? Мы выбираем, допустим, один большой двор и все ИТР, работники, плюс бригада сантехников, бригада строителей, бригада дворников. У нас еще в ЖРЭО есть зеленая, так мы ее называем, бригада. Вот сегодня они, допустим, делают формовку деревьев. Мы чистим асфальт, чистим дорожки. Вот вы видели, какие у нас сейчас новые технологии, очень приятно. Это не скребки, которыми раньше, допустим, дворники могли только делать. Пригласили на уборку жильцов, вывесили объявления. Вот пришли, приятно, есть женщины, которые нам немножечко тоже помогают. Значит, у нас очень много планов по этому двору, начиная от покраски водосточных труб, домофонных дверей, цоколя, ну и плюс уборкой на земле. Потому что я считаю, что весна – это то время, когда не просто надо, но очень хочется поработать именно на земле. Оно даже тянет, я бы сказала. Где необходимо, будем смотреть и делать входные группы жилых домов, чтобы наш двор, которым мы пришли работать, выглядел красиво во всех отношениях. Уже порядка 8-7 дворовых территорий уже наводится, продолжается, уже некоторых наведены полностью порядки. Ну, до конца акции мы будем это дело поддерживать и наведем порядок в этих всех дворовых территориях, на которых запланировали. На уборку территории своего любимого детского сада номер 68 вышел детсадовский трудовой десант Маши Ванюша, Серёжа и Кирюша, Ксюша и Анюта. Как приятно наблюдать, что именно эти маленькие брещане вносят свою лепту в уборку нашего города Бреста. А как же они стараются? Ведь работа поручена очень важной. И кто знает, может в будущем кто-то из этих мальчишек и девчонок станет работником жилищно-коммунального хозяйства. У нас не только это как идет, как наблюдение. Наши воспитатели проводят с детьми трудовую деятельность. Это идет все в рамках годового плана. Эта работа планируется и проводится ежедневно на прогулках. Как вы могли заметить, наши дети, видите, выходят на участки с грабельками, с лопатками. Они тоже стараются привести в порядок свои небольшие, маленькие участки. Работа кипела и на территории садика номер 20, и на территории детского сада начальной школы номер 2 города Бреста. Вооружившись граблями, мотыгами и секатором, сотрудники приступили к работе, которой было немало. Высадить цветы, прополоть клумбы, обрезать сухие ветви, кустарников и многое другое. Несмотря на объем работы, каждый занят своим делом, выполняя его быстро и качественно. Как итог, первые результаты работы уже видны. Наши сотрудники принимают активное участие в месячнике по благоустройству, наводят порядок на территории нашего учреждения. Объем работ большой проводится. Необходимо обрезать кустарники, обкопать деревья, подрыхлить почву под цветами. Необходимо починить надворное оборудование, высадить растения. Территория нашего учреждения достаточно большая, поэтому объем работ большой. И территория нашего сада поддерживается всегда в чистоте и в порядке, потому что дети должны приходить в уютную, комфортную обстановку, радовать глаз, чистота и порядок. И все, кто приходит на нашу территорию, должны чувствовать себя комфортно и любоваться нашей территорией. Красота нашего города начинается с нас самих. И мы хотим, чтобы не только наш город был Брест красивый, но и наша территория, потому что здесь находятся и дети, и родители. Но это жители нашего города Бреста. Наше учреждение и наш коллектив принимают активное участие в месячнике по благоустройству и наведению порядка на земле. Вы видите, сколько людей вышло, с каким они энтузиазмом и радостью стараются сделать наш город красивее, чище. В рамках месячника по наведению порядка на земле Брестская ДЭП также выполняет большой объем работы. Одна из задач 2024-го – подготовка пляжных зон отдыха для горожан. В этом году масштабная реконструкция проходит на Красном дворе. Выполняются работы по устройству подъездных дорог и ограничению несанкционированных заездов. Осуществляются работы по очистке и санитарной уборке территорий. Напомним, что пляжный сезон уже не за горами. Он стартует 1 мая, завершится 1 сентября. В этом году уделено большое внимание зоне отдыха Красный двор. В настоящее время, вы видите, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Установлен дорожный борт, тротуарный борт. Будут площадки под торговлю из мелкоштучной плитки. Ведутся работы по прокладке водопровода и электроснабжения. Будут установлены две душевые кабины и два питьевых фонтанчика. Также для нужд торговли тоже будет подведено электроснабжение и водопровод. Будет установлена детская игровая площадка. Уже установлен спортивный комплекс. Также кабины для переодевания, теневые навесы, лежаки. Примерно так, как мы сделали на пляже Центральный. Помимо уже перечисленных работ, сейчас специалисты ДЭП завозят на пляж новый чистый песок из карьеры, а также занимаются дорожными работами. Так подъездную дорогу от картинга к озеру покроют асфальтогранулятом, а дорогу вокруг водоема – асфальтобетоном. Вообще купальный сезон в городе Бресте открывается 1 мая по 31 августа. Пляж планируем открыть в мае месяце. Поэтому пока не будет водопровода, не сможем подключить душевые кабины. А так пляж установим, как я говорил, лежаки, теневые навесы. Можно будет пользоваться пляжем. Также еще есть в планах установить здесь стационарный туалет. Потому что биотуалеты, они как бы не очень справляются со своей задачей. И данный вопрос находится на рассмотрении. Только общее стремление сделать гурачище и комфортнее не только сплачивает Брещан, но и помогает добиться нужного результата в благоустройстве. Героиня следующего сюжета нашей программы всем знакома. Ее имя на слуху Брещан. Это молодая вокалистка Елизавета Цуприк. Лиза – постоянный участник и победитель различных городских, республиканских и международных конкурсов, где своим душевным исполнением радовала и продолжает радовать зрительные залы. Одно из новых достижений юной вокалистки. Она вошла в топ-10 исполнителей, которые проходили отбор на Славянский базар. Однако в этом году быть первой не получилось. Но у Елизаветы есть еще два года, чтобы достичь заветной цели и представить город Брест на Славянском базаре. Брестская земля не только гостеприимна и красива. Она рождает множество удивительных, одаренных в самых разных сферах людей. Талантливые художники, танцоры и, конечно же, певцы прославляют наш первый регион на всю страну. И далеко за ее пределами. Среди них и юная вокалистка Елизавета Цуприк. Сегодня ее успехом могут позавидовать даже взрослые вокалисты. Она отлично поет, выразительно читает стихи и отлично танцует. О том, что юной вокалистке Елизавете Цуприк все дается на отлично, свидетельствует большое количество наград, среди которых, как исключение, можно увидеть вторые места. Как правило, юный талант всегда в лидерах. На вопрос, как хобби переросло в профессиональную деятельность, Елизавета ответила, не задумываясь. Я выбрала вокал просто потому, что у меня такой талант. И мои родители не хотели исполнять какие-то свои мечты, воплощать их во мне, а просто развивать талант, который у меня был. Этот талант – это вокал, сильный голос. И вообще я люблю заниматься именно вокалом, творчеством. И также обожаю очень сильно выступать. Именно поэтому я выбрала именно это направление. Пение для меня – это не просто хобби, как оно могло быть в детстве. Это больше, как уже, наверное, карьера, ну или будущая карьера, ступенька. Потому что я хочу посвятить вокалу и творчеству всю свою жизнь. Когда человек смотрит, например, выступление вокалиста, ему кажется, что все просто. Но легкость – это результат огромного труда. Чем ты профессиональнее, тем легче все это выглядит со стороны. И, конечно, это колоссальный труд. А потому неудивительно, что занятие по вокалу – важная часть жизни Лизы. На самом деле вокал – это тоже спорт, это тоже очень сложно. Потому что, чтобы добиться какого-либо успеха в вокале, нужно каждый день заниматься по несколько раз. И, ну, столько, сколько тебе понадобится. Но это нужно делать каждый день. Упорные разные тренировки. То есть, как в спорте. Потому что любой спортсмен, если не будет заниматься, у него также не будет почти ничего получаться. А связки – это те же мышцы. Поэтому это тоже занимает огромное количество времени и сил. Пообщавшись с одним руководителем Лизы, сразу стало понятно, что Лизина исполнение – это отнюдь не хобби. Сегодня в ее юной подаче содержится такой накал эмоций, такая не по-детски мощная энергетика, что сердце замирает. Она очень целенаправленно работает. На уроке КПД очень большой. Вот надо отдать должное, что она в этом смысле феномен. То есть, таких моментов, где бы она позволила расслабиться немного, они возникают только, если она совсем здоровая. И бывает, к сожалению, еще моменты усталости общей. Вот. Но мы это все понимаем, конечно же. А если она в форме хорошей находится, и певческой, и физической, и эмоциональной, то она работает на все 100% всегда. Но если рассматривать Лизу как ребенка, артиста, то, безусловно, в сравнении с детьми, другими, она, ну, можно сказать, сложившийся уже исполнитель для своего возраста. Ну, а, конечно, если брать высокий, так сказать, гамбургский счет, ну, вы сами понимаете, что мы не должны успокаиваться. Мы, если мы равняемся на лучшие, на лучших исполнителей, на лучший репертуар и на лучшие образцы музыкальные, то осознаем, сколько еще впереди серьезной работы. Одно из новых достижений юной вокалистки, которым гордятся как педагоги по вокалу, так и руководители, это тот самый топ-10 исполнителей, которые проходили отбор на Славянский базар, куда и попала Елизавета. Однако в этом году стать первой у юной вокалистки не получилось, но у Елизаветы есть еще два года, чтобы достичь заветной цели и представить город Брест на Славянском базаре. Славянский базар, мы к нему готовились около года. Победа, каждый отбор, это, конечно, море эмоций, волнения для моих родителей, для меня нет. И, конечно, я безумно благодарна своему педагогу за поддержку, конечно, за упорный труд. И финал национального отбора Славянского базара в Витебске, это уже победа, каждый из финалистов, он уже победитель, потому что это десятка, это десятка финалистов. И это лучшие дети в своей номинации по вокалу из всей Республики Беларусь. Поэтому, на самом деле, это огромный повод для гордости, ну, по крайней мере, для меня. Поэтому я, конечно, не сдаюсь, буду идти дальше, у меня еще есть в запасе время, поэтому будем сейчас упорно тренироваться. На выступлении, если скажу честно, то на выступлении мне хватило всего. Я выступила в разы лучше, чем в прошлом году, и в разы лучше, чем было на репетициях. И, возможно, как участник всего лишь второго раза в своей жизни, я второй раз на прямом эфире, это было очень достойное выступление. И, как сказали педагоги, и мой педагог, это было реально хорошее выступление. Помимо наград различного уровня, Елизавета уже второй раз является представителем жюри на конкурсе «Маленькая звездочка». Цель его – найти одаренных детей, поддержать творческое развитие малышей-вокалистов. Я сейчас, так скажем, журю маленькую номинацию детей от 6 до 9 лет. И для меня это просто интерес. Все-таки, естественно, я не буду никого-то пить, засуживать, потому что все-таки дети маленькие, они только начинают свой путь. И я просто хочу им дать возможность их чуть-чуть продвинуть, чтобы они покоряли дальше сцены, потому что я знаю, у кого это. О победах и достижениях Елизаветы Цуприк мы еще не раз услышим, ведь свое будущее юная вокалистка знает – она будет певицей. И даже сейчас, в столь юном возрасте, она уже делает все, чтобы достичь своей цели. Я хочу посвятить вокалу и творчеству всю свою жизнь, потому что я уже обучаюсь в Москве, в университете частном. И я не знаю, что будет в будущем. Может, я стану певицей, может, доктором. Я не знаю, что я буду решать через пару лет, но пока что я хочу покорять сцену. Анастасия Милишкиевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Рев моторов, сотни железных коней и адреналин. Сегодня в городе над Бугомо открылся мотосезон. Любители скорости и простора собрались на стоянке у Ледового дворца, где прошла культурно-массовая программа. Сотни мотоциклов, дружеские состязания и атмосфера братства. Вот что такое Брестское мотодвижение. Но вначале самые неравнодушные мотоциклисты посетили Брестский социально-педагогический центр. Как прошло открытие сезона, расскажет Василий Набускевич. Открытие мотосезона стало праздником не только для любителей этого резового транспорта, но и для воспитанников Брестского городского социально-педагогического центра. Ведь первый пункт программы мото-любителей – улыбки, радости, подарки для детей. Суровые на первый взгляд байкеры, в душе крайне мягкие и добрые люди, чьи сердца не могут не откликнуться на судьбы деток, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому сегодня они приехали в центр, чтобы подарить подарки и покатать ребят. Я вообще с полоска. Это другой конец страны. Ну просто сегодня открытие сезона, и вот ребята предложили подъехать, покатать детей, показаться. Мы приехали. Нам же несложно. К слову, это далеко не первый визит рыцарей на железных конях в социально-педагогический центр. Мотоциклисты регулярно привозят ребятам подарки, поддерживают с воспитанниками общения и по-настоящему прикипают к ним душой. А ребята отвечают им взаимностью. Вернувшись сюда, нам не хочется увидеть одни и те же лица, но, к сожалению, так получается. И мы обретаем здесь друзей, мы обретаем здесь знакомых, которым меняемся телефонами, фотографируемся. Они нас ждут, они дарят, больше, наверное, нам дарят положительных эмоций, чем мы им. Но то, что они нас ждут, нас это очень радует и нас тянет сюда. Ну, к нам байкеры приехали и вот начали нас катать. И потом я узнала то, что вот Лиля – это мама моего одноклассника. А потом так вот. И вы теперь дружите, да? Праздник продолжился на стоянке у Ледового дворца, где сотни мотолюбителей собрались, чтобы себя показать и сезон начать. Сезон открываем самые первые в Республике Беларусь, потому что у нас самый теплый регион, это круто. Мы приехали со всех регионов Республики Беларусь, из Витебска, из Могилёва, из Минска, то есть есть все. Из Гомеля даже приехали ребята. План мероприятия – классно покататься, хорошо провести время. Для участников открытия на площадке у Ледового дворца выступили учащиеся спортивно-технического объединения по интересам юный мотоциклист. Ребята продемонстрировали старшим коллегам свои навыки и то, чему научились за год. Самый юный участник показательных выступлений – юный Вова, ему 7 лет. Я в прошлом году не хотел, а в этом захотелось попробовать. А за что ты любишь мотоциклы? Ну да, я люблю. А за что ты их любишь? Что они дешевле, чем машины. Ну а дальше программа для старожил. Вели полосы препятствий и конкурс на самый громкий выхлоп. Открытие мотосезона – одно из важных в жизни мотоциклистов, как и закрытие, так и открытие. Приятное обновление эмоциональное. Ну и в принципе, я тоже думаю, что это больше заряд энергии. Что вы думаете на программе? Потому что у меня самый громкий мотоцикл. Конечно, мы всегда открываем первые в республике, и мы закрываем последние. Это просто нам повезло, что такая у нас погода в Бресте. Я сам из Ливана, давно живу здесь, мне очень нравится. И мы дружим, коллектив большой в Бресте. Благодаря усилиям ребятами объединились, и мы делаем совместные мероприятия. Это закрытие, открытие слоты. Это очень хорошо объединяет весь город. Сузуки и Харли от спортивных вариантов до самых рок-н-рольных и необычных. Всего на площадке перед Ледовым дворцом собралось порядка тысячи мотолюбителей. Поэтому с уверенностью можем сказать, что старт Брестскому сезону дан отличный. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Кирилл Лимонтович. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы, новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номеру в Бресте. 54 63 67. Ну а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю мира, стабильности, здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин